Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Медицин и высокого уровня бабульские медики подвели итоги прошедшего года. Совершенствовалась и укреплялась материально-техническая база учреждений здравоохранения нашего города и района. Чем запомнились 366 дней. От научных открытий до борьбы с антигероем 2020-го. Бабруйс посетил главный санитарный врач области. У них огромное количество шансов жить в этой науке и работать в ней. О чем шла речь на встрече. Акционный бум. Супермаркет Грин приглашает за покупками. Хорошо ходить. Очень нравится. Сколько действуют спецпредложения. А также депозитные средства, бюджетный хэтчбэк и печальная новость. Ушел из жизни Василий Лановой. Какими картинами запомнился народный артист. На повестке дня здравоохранения бабруйские медики подвели черту по 2020-м. Вспомнили и про коронавирус. Но главное это люди. Их здоровье и жизнь. Наши специалисты показали, лечить они могут даже в самых экстремальных условиях. В помощь современной оборудовании. Максим Кембель продолжит тему. Медицина. Наше все. Это не просто громкая фраза, а реальность. Последний год стал настоящим испытанием для всей сферы здравоохранения. Врагом номером один был признан COVID-19. Если многие европейские страны пошли по пути локдаунов и различных карантинов, Беларусь выбрала иную стратегию. Без потрясений для экономики и людей. И мы справились, подтверждают многие авторитетные специалисты. Бабруйские врачи и по сей день сражаются за жизни в режиме 24 на 7. 2020 год, конечно, это сложный год в плане распространения COVID-инфекции. Но организовано все на самом высоком уровне. И в области, и в том числе в Бабруйском регионе. Бабруйский с честью справился с этим видом инфекции. Бабруйская центральная больница – это основная больница по оказанию данного вида медицинской помощи. Поэтому мы сегодня достойно оценили их результаты работы. Чтобы оказывать квалифицированную помощь, требуются современные учреждения. За прошедший год город может похвастаться новинками. Начинка в них – по последнему слову техники. В 2020 году совершенствовалась и укреплялась материальная техническая база учреждений здравоохранения нашего города и района. Всего было закуплено медицинского оборудования и других основных средств на сумму более 4 миллионов рублей приобретались автомобили для станции скорой неотложной медицинской помощи, легковые автомобили в количестве четырех для наших учреждений здравоохранения, видеобронхоскопы, электрокардиографы. Государство – основной спонсор системы здравоохранения. Так, согласно указу президента номер 131 о материальном стимулировании работников здравоохранения, предусмотрено установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. Также изменилась и законодательная база. Большое внимание государство уделяет системе здравоохранения. Позиция главы государства – все необходимое, что нужно было для функционирования, стабильное функционирование системы здравоохранения, в общем-то, со стороны государства было сделано. В 2020 году внесены изменения закона здравоохранения и показания психологической помощи. В общем-то, те направления, которые важны на сегодняшний день для стабильного функционирования системы здравоохранения, нашей своей своей отражения. От докладов и статистики к благодарности. Цветы, грамоты, награды для лучших бобруйских медиков. На достигнутом, безусловно, никто останавливаться не собирается. Белорусская медицина и впредь будет развиваться. Главное – отвечать современным вызовам и беречь здоровье людей. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 231 399 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 244 718 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 435 121 исследования. Такие данные приводит Минздрав. В Гомельской области совершают первый этап вакцинации от COVID-19. В дальнейшем в юго-восточный регион должно поступить около 170 тысяч доз вакцины. На прошлой неделе сюда доставили почти 4,5 тысячи доз спутника ВИ. Прививки делают пока только медработникам. Вакцина, напомним, состоит из двух компонентов. Сейчас завершается ввод первого. Через 21 день всем привитым сделают инъекцию со вторым. Тем временем число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 102 миллиона. Господдержка семьи, военные тренировки и уборка снега. Последствия непогоды ликвидируют по всей стране, к чему призывают автовладельцев. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские парламентарии обсудили расширение господдержки семей с детьми и увеличение рождаемости. За последние пять лет количество многодетных в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу. Депозитные средства можно потратить на образование, медицинские услуги, а также на жилье. В стране проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил. В эти дни проводят масштабные тренировки. Началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Продолжается снятие с хранения вооружения, военные техники, идет проверка ее технического состояния, контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого и запаса. Последствия непогоды ликвидируют по всей республике. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы и тракторы работают практически круглосуточно. Убирают от снега не только главные магистрали, очищают и дворы. Специалисты призывают не оставлять авто вдоль оживленных дорог и на въездах во двор. Так технике будет проще очищать территорию. «Джели» представил новый бюджетный хэтчбэк – упор на отечественный рынок. Прошлый год позволил заводу увеличить присутствие на нем вдвое. Каждый пятый проданный автомобиль в стране – «Джели». Стратегия расти и дальше. Автомобиль может прижиться не хуже предшественника – это «Кулрей». Если на городской кроссовер будет повышенный спрос, наладят производство по полному циклу. Печальная новость пришла из России. Сегодня не стало великого актера Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. В начале января у него диагностировали коронавирус, от которого актер так и не оправился. Широкой публике он известен ролями в фильмах «Алэ Паруса», «Офицеры», «Война и мир», «17 мгновений весны» и «Анна Каренина». Карьера Ланового связана и с нашей страной. Он снимался в картине «Встреча на далеком меридиане», которая была создана в коллаборации с «Беларусьфильмом». Достижения науки, развития медицины и улучшения жизни населения. Сегодня шестая школа стала местом встречи старшеклассников и главного санитарного врача Могилевской области. О чем еще шла речь на встрече в материале Аванеса Степаняна. Какие качества помогают преодолевать трудности? Что за открытие совершила отечественная наука и как победить коронавирус? Эти и многие другие вопросы сегодня задавали старшеклассники шестой школы, главному санитарному врачу области Светлане Нечай. Они видят, что за наукой будущее, во-первых, а во-вторых, понимают, что у них огромное количество шансов жить в этой науке и работать в ней, принося много полезного в это общество. Возможности такие у них есть. Эти мальчишки и девчонки не просто старшеклассники, они участники проекта «Шаг» – школы активного гражданина. Помимо того, еще отличники и активисты. У многих из них уже есть планы на карьеру в науке и медицине, поэтому и вопросы были весьма нестандартные. Как вы думаете, какие умения и знания необходимы, чтобы стать ученым и совершать научные открытия? Учитывая специализацию главного гостя, внушительную часть диалога посвятили развитию отечественной медицины и борьбе с главным антигероем 2020-го – коронавирусом. Как оказалось, ребята и сами отлично ориентируются в этой теме и знают, как обезопасить себя и окружающих. В школах обязательно мы рассаживаемся по одному за парту, также держим дистанцию. В каждом кабинете это стоят санитайзеры, все учителя носят маски. Дети, к сожалению, не все, но все стараются придерживаться этих правил. Светлана Нечай подробно рассказала учащимся о том, как наши медики справляются с пандемией и как на помощь идет массовая вакцинация. Десятки вопросов школьников не остались без ответа. Вполне возможно, что уже в скором будущем эти юные таланты сами станут именитыми врачами, учеными, инженерами и внесут неоценимый вклад в развитие науки и общества. Аванес Степанян, Андрей Богдан, Бобруйск-360. Супермаркет «Грин» приглашает за покупками. В сети до конца января действует специальное предложение. На чем можно сэкономить, покажем прямо сейчас. Популярные продукты в Бобруйске теперь можно приобрести по крайне низким ценам. Торговая сеть «Грин» предлагает жителям города товары по минимальной стоимости. Специальные акции действуют с 29 по 31 января. Цены на продукты повышенного спроса одни из самых низких в стране подчеркивают в компании. В ассортименте все только свежее из последних поставок. На акции покупаем, вот кофе купим, я пришла. А как общий ассортимент? Хороший? Ну, конечно, хороший. Всего есть. Хороший магазин. Нравится мне. А что нравится? Какие продукты больше всего? На акции. Акции много. И кофе покупала здесь. Итак, пачка риса в эти дни стоит 2 рубля 15 копеек. Макароны – рубль 59, а банка свиной тушенки – 3,39. Десяток яиц можно взять всего за рубль 69. Бутылка подсолнечного масла обойдется в 2,69. А пачка сливочного – на 10 копеек меньше. Килограмм российского сыра здесь предлагают за 10,99. А вот хек можно приобрести всего за 5 рублей 29 копеек. Вот рыбку хожу, купляю. Ну, вот так, хлебушек, молоко. Мне нравится такой магазин, и свободно хорошо ходить. Очень нравится. Супермаркет «Грин» находится по адресу Минская, 133. Время работы с 9 утра до 11 вечера. Спешите за покупками. Мария Бересневич, Павел Зуев, Бобруиск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова